Друзья, сейчас мы едем в центр Алании, в крепость и на набережную. Я хочу посмотреть еще раз, еще раз посетить красивую крепость Алании. Мы там бываем практически, ну раз в месяц точно мы там бываем, поэтому сегодня воскресенье, каждое воскресенье мы стараемся везти какие-то новые места и сегодня мы хотим сеять туда еще раз. Но до этого мы поедем на ланч, поедем в один из небольших ресторанчик в Алании, чтобы поесть дюрюмов и суп, потому что мы проголодались сегодня, в воскресенье дома мы ничего не готовили, а целый день будем на улице. Мы приехали на автобусную станцию в Алании, чтобы поесть наших любимых дюрюмов и потом уже дальше поехать в крепость. Вот видите, маленькая станция в центре Алании выглядит вот так вот. Здесь есть автобусы, отсюда автобусы отходят в пригородные районы Алании. И вы можете, например, уехать в Сиде, в Манавгат, в Махмутлар, в Газипашу и так далее. Этот автовокзал, небольшой автовокзал расположен прямо в самом центре. Ну а мы пойдем кушать наши любимые дюрюмы, которые находятся вот в кафешке, которая расположена прямо за мной. Ага. 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 Мы приехали в небольшое кафе, которое находится около автобусной станции в Алании, чтобы поесть супа и дюрюмов. Я не знаю, как это по-русски называется. Айхан взял себе вот такой вот суп из чечевицы. Он стоит 6 лир. А я взяла себе мой самый любимый дюрюм. Поэтому пусть говорят, что это, конечно, фастфуд, но я очень-очень-очень люблю дюрюмы. В Турции очень много разных видов дюрюмов. Есть мясные, есть курицы, есть также в разных лавашах. Но самый вкусный вот такой вот дюрюм в специальном лаваше, который называется хатай-сослу дюрюм. Это также мой самый любимый дюрюм. Потому что, во-первых, он завернут в особый лаваш, и в этом дюрюме очень вкусный соус. Что еще есть внутри? Есть у нас курица, соленые огурцы, картошка. Все это полито особым соусом. И вместе с дюрюмами обычно в Турции пьют вот такой айран. Айран – это йогурт, разбавленный с водой и с солью. Ну, кто как любит по вкусу. Поэтому, если вы приедете в Турцию в Аланье, обязательно попробуйте вот такие дюрюмы. Несмотря на то, что кажется, что это фастфуд и он вреден для здоровья, но они сделаны из свежих продуктов. И я не думаю, что так уж вредны для здоровья, как, например, гамбургеры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Наш обед обошелся нам всего в 11 лир. Дюрюм стоил 6 лир, а суп всего... всего... Дюрюм всего 5 лир. Сейчас мы едем на набережной, посмотрим, что тут происходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы приехали на сутровую площадку около крепости Алани. Вдалеке видна верфь. Сейчас мы пойдем туда и покажем вам, как там интересно. Крепость Алани была построена в 13 веке нашей эры. Поэтому... Вот вы видите на горе не только старые постройки, но и новые. Очень интересное место. Крепость Алани является одной из самых главных достопримечательностей не только Алани, но и Турции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы прогуливаемся вдоль крепостных стен Алании. Примерно в 50 метрах отсюда расположена верфь. также пляж около крепости в крепости алании есть пляж который открыт для всех и пляж могут посещать летом ну или какое-то другое время могут все посещать этот пляж крепость алании настолько интересное место что сюда хочется крепость алании настолько интересное место что сюда хочется приходить всегда ней не имеет значения сколько ты живешь в алании приезжаешь ли ты в отпуск или проживаешь какое-то время турции крепость очень красивая здесь всегда есть много всего интересного какие-то необычные улочки дворики дома есть кафе где можно поесть турецкие блюда купить турецкого чая с прекрасным видом на море с прекрасным видом на аланию мы находимся внутри аланийской судоверфи она была построена в 1225 году султаном алайтином хейкубатом которого называли королем повелителем повелителем двух морей эта верфь была очень важна для алании поскольку здесь не только строили корабли но и также именно эта верфи именно аланийская крепость охраняла город от набегов от врагов и защищала всех его жителей и и и и и и и и и Крепость Алани очень красивое место, отсюда открываются Потрясающий вид на город, на набережную, также на Красную башню Поэтому, если вы не были в крепости Алании, обязательно приходите Вас поразит эта историческая достопримечательность Я, например, живу уже здесь, в Турции уже 7 лет И, ну, по крайней мере, раз в месяц мы точно приходим сюда Потому что масштабы и красота этого места поражают И постоянно находишь что-то новое и интересное Поэтому, друзья, добро пожаловать в Аланийскую крепость Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы приехали на набережную Аланьи В одной из самых популярных кафе на набережной Это даже не кафе, а чайное, где можно просто попить чаю И заказать какие-то бутерброды, какие-то закуски, чай и кофе Но сегодня здесь очень много народу, потому что воскресенье И все любят сидеть вот именно в таких кафе И наслаждаться красивыми видами Аланьи за чашечкой турецкого чая Поэтому, если вы в Аланьи, если вы приезжаете в Аланьи, пожалуйста, приходите в такое кафе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Купили шампунь и так далее Магазин хостоваров я вам покажу немножко позже в другом видео Сейчас мы возвращаемся домой, потому что, видите, за мной такие тучи Начинается дождь Ну, это нормально, потому что февраль месяц, время все-таки дождей в Аланьи Поэтому мы возвращаемся домой И уже будем отдыхать дома Завтра новая рабочая неделя Поэтому желаем вам всего хорошего Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки И смотрите наши видео Также пишите внизу комментарий И ваши советы, впечатления о Турции А если вы никогда не были в Турции, в Аланьи То добро пожаловать Всем всего хорошего! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok